Мы отправляем нашим военным. Груз пойдет в ЛНР, ДНР, плюс мирным жителям. И также сейчас мы взяли под опеку еще семьи с детьми-инвалидами, которые находятся на прифронтовых территориях. Буквально через сутки более 12 тонн гуманитарного груза получат мирные жители новых территорий и военнослужащие в зоне СВО. Питьевая вода, продукты питания, медикаменты, строительные материалы. Стали стандартным набором помощи, который только в течение последнего месяца отправляется уже в третий раз. Едем также в Мариуполь. Есть соццентр. Там кормят людей, которые остались без крова, без денег, которые, грубо говоря, живут на улице. Есть там замечательные девочки, которые готовят прямо на улице. Люди приходят и могут получить пищу, либо какие-то необходимые вещи. Сарафанное радио – великое дело. Молва о добрых поступках разлетается со скоростью света. Благодаря своему неравнодушию Екатерина Скорикова с командой единомышленников теперь является покровителем семей с детьми-инвалидами, которым, как известно, нужно особое внимание. Вышла на меня инициативная группа мамочек, у которых также дети-инвалиды. И я приехала с ними, познакомилась, соответственно, выяснила их потребности. Мы собрали то, что необходимо, то, что у нас было на тот момент в наличии. И, соответственно, мы сюда приезжаем и начинаем уже собирать, что им необходимо в первую очередь. Желание помогать заложено у нас на генетическом уровне. Я считаю, что это важное и нужное дело. И раз так случилось, что в стране у нас ситуация не совсем спокойная, мы должны помогать и своим соотечественникам, и тех, кто стали нашими соотечественниками. Это наша черта национальная – помощь ближнему. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...